Мир через стекло. Когда встает вопрос надеть очки или подождать? Какой вариант правильный, знают только офтальмологи. Миопия или, проще говоря, близорукость – опасное заболевание, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали – размыто. Казалось бы, самое обычное нарушение зрения, но может привести к слепоте. Существуют инновационные методы, которые останавливают близорукость. Именно о них шла речь на конференции офтальмологов в Чубаксарах. И силор миопии под контролем. Зрение было низкое. Я сидел за задним партом, практически ничего не было видно. Когда был без очков, это была мутная картинка. Слова практически невозможно было разобрать. Так видел мир Артур Бессмертных еще полгода назад, когда был без очков. Близорукость – минус 2,5 диоптрии. Это когда информация об увиденной картинке доходит до мозга в искаженном варианте. Все просто с точки зрения физики. Картинка фокусируется не на сетчатке, а перед ней. С точки зрения офтальмологов, близорукость – пандемия последних лет. Все чаще страдают дети. Если нас беспокоит будущее наших детей, то, конечно, очень важно сейчас не допустить развития миопии в высокой степени. И тенденция сегодня в борьбе с миопией заключается в том, что нас волнует не только коррекция, то есть не только четкое зрение ребенка, но и не допущение развития роста длины глаза. Гаджеты, дистанционное обучение, малоподвижный образ жизни детей – причины близорукости. Миопию можно остановить. О способах чебоксарским врачам по инициативе компании «Имидж оптика» – офтальмологи из столицы. Нужно коррегировать миопию и, второе, контролировать ее. Контролировать – это предлагают такие оптические методы, которые способны замедлять прогрессирование миопии, останавливать осевой рост глазного яблока. И делать это надо своевременно, тогда, когда миопия еще находится на старте. Новые технологии, которые помогают остановить падение зрения у детей – линзы компании «Эсилор Стелласт». Позволяют хорошо видеть и вблизи, и вдали одновременно. Эти замечательные, уникальные, я бы не побоялся этого слова, потрясающие линзы, потому что это действительно инновационная технология, которая абсолютно безопасна и очень эффективна. Здесь важен союз в этой борьбе, союз и родителей, и офтальмологов, и производителей очковых линз, таких как компания «Эсилор», и, конечно, таких профессиональных оптиков, как компания «Эмиджоптик», с которой мы сегодня вместе проводим эту конференцию. Чтобы не упустить время, офтальмологи рекомендуют посещать доктора хотя бы не реже одного раза в год.